Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч и я на этой неделе, она была очень плотная и стримфесты, переезды не успел запилить для вас обзор по Конгрессу. Сейчас мы это исправим. Что это за лодка такая? Американский большой крейсер 8 уровня, первый премиум большой крейсер. Ну, как сказать, можно, наверное, с натугой назвать и Харлем большим крейсером, и Петра Багратиона, но Калибр у них явно не тянет на эту должность. А вот у Конгресса калибра вполне себе хватает, 305 мм. Что это за лодка такая? Есть у нас Аляска на 9 уровне, можем ее купить, потом из продажи забрали. У Аляски 9 орудий, 305 мм, есть хорошая броня, живучести 60 тысяч. На Конгрессе почти все то же самое, но не совсем. Во-первых, броня, она идентичная. Вот, броня идентичная, это хорошо, противники на левел ниже, поэтому в этом плане все норм. Но, живучести меньше, практически на 15%, даже, наверное, можно сказать, 51 тысяча против 60, и артиллерия, конечно, это главная хилесовая пята, Конгресса ее, ну, если честно, маловато. Здесь 7 орудий калибра 305 мм, с дальностью 17,5 км против 19, на Аляске плюс, на Аляске можно взять модуль на увеличение скорости перезарядки. Орудий главного калибра здесь этого нету, нельзя этого сделать, поэтому 17,5 это максимум. Что это подразумевает? Того, что корабль должен держаться ближе к противникам, не может он играть там от фугасиков, от заливасиков, нужно все-таки как-то активно действовать, и если это там восьмерка, шестерка, пятерка, это ничего, ну, с пятерками я загнул, конечно, с семерки, но если это десятки, то при прочих равных условиях вам придется ближе находиться к полю боя, и это, конечно, минус. Дополнительно здесь на одну хилку меньше, здесь есть все тот же ГАП, все тот же РЛС, что и на Аляске, но ремка действует здесь на, ну, на один заряд меньше, получается, у нас 3 против 4, если вы, конечно, взяли суперинтенданта. Маловато. Вот, по живучести корабль уступает в этом плане, но по броне вроде как бы все норма. Что касается ПВО, маневренности, особенности маскировки, которые здесь 12 километров в полной докрутке, здесь все ок. Но главный калибр, это, наверное, самая главная уязвимость Конгресса, потому что действительно пушечек уже маловато, даже для восьмого уровня. Что касается того, что нужно брать у КЭПа, это Инвиз, суперинтендант, мощные ББшки и, конечно же, мастер снаряжения, вам тоже очень пригодится. Никаким образом нельзя увеличить дальность стрельбы, поэтому, как говорится, имеем то, что имеем. Здесь вместо поворота можно взять борьбу за живучесть, но для меня Аляска все-таки это именно большой крейсер, динамичный корабль. Все-таки, в первую очередь, крейсер, а во вторую очередь, уже линкор. Поэтому динамика для меня лично стоит на первом месте. Так, подождем боя. Ну и, собственно, вот он бой. Северное сияние забросил нас на десяток. Здесь мы внизу. И вот это вот с одной стороны проблема, с другой стороны, ну, тоже проблема. Проблема просто с разных сторон. В чем суть? Когда вы играете на девятке, вы попадаете против десяток, как это ни странно, немножко реже. То есть не то, что против десяток, вы чаще попадаете в топ. Процентов на 30 больше, чем восьмерка. Потому что восьмерка может попасть и с восьмерками, и с девятками, и с десятками. Ну, если восьмерки против восьмерок, ладно, это топ. Там восьмерки, шестерки, семерки иногда бывает. Но, как мы с вами знаем, значительно, если не большая часть боев, у вас происходит внизу списка. Потому что восьмерок у нас в игре очень много. О, десяток, прошу прощения. Вот, у Аляски не совсем так играется. Все-таки это девятый уровень. И поэтому живется ей в этом вот плане прям попроще. Далее, что касается фарма. Это восьмерка, и фарм у нее, соответственно... А что у нас вообще с этим, с этим кружочком, мне интересно. Фарм у нее от восьмерки. И, как вы можете догадаться, он меньше, чем фарм девятки. Процентов на 20-30 где-то примерно. Плюс к тому, для того, чтобы иметь хороший годный фарм, вам необходимо стрелять по крупным кораблям. По кораблям больше вас по уровню, и по девяткам, и по десяткам. Тогда у вас с фармом все будет хорошо. Если вы будете кидать по восьмеркам, или же по шестеркам, семеркам, то ситуация с фармом будет выглядеть совсем невесело. Таким образом, получается, что есть свои плюсы. Это уровень боев именно в плане комфортности игры. Но есть и свои минусы. Это фарм, и, если честно, действительно кораблю не хватает огневой мощи. Вот. Мы сейчас с вами пытаемся подойти немножко поближе. С одной стороны, вот посмотрите, насколько динамичный и хороший корабль. Мы держим 3,4,7 узла с флажком на полном ходу, что даже не каждый тяжелый крейсер США может себе позволить. Потому что такой динамики, ну, она есть далеко не у всех, кстати. Поэтому в этом плане вы можете чувствовать себя... Нет, я просто пытаюсь понять, куда же лучше выставить. В этом плане вы можете себя чувствовать хорошо. Но здесь еще своеобразная баллистика. Поэтому нам сейчас надо будет с вами хорошенько попадать. Иначе маневрирующие корабли на таком расстоянии для нас уже являются проблемой. То есть, смотрите, вот. Те же самые Гинденбурги, те же самые Донские. Вот для меня уже трабл. Я уже не могу им ничего сделать. Потому что они сильно превосходят меня, во-первых, по дальности стрельбы. Во-вторых, по баллистике. И вроде как бы у меня вроде тяжелый корабль, да. Еще немножко. Сейчас надо немножко пристреляться в плане баллистики. И все будет хорошо. Корабль вроде тяжелый. Но, к сожалению, чего-то нам вот в этом плане не хватает. Еще что я могу добавить. Да, действительно, здесь американская баллистика снарядов. Как видите, приходится брать больше, чем обычно. Но это в основном ощущается только на дальних расстояниях. Вблизи, конечно, это не так болезненно. Но мы делаем первый залп. Естественно, можно сказать, о, какой классный конгресс убил там. Ну, вы понимаете, да, что человек стоял бортом. И там практически вариантов никаких у него не было. Только здравствуйте, до свидания и порт. Так, мы с вами продолжаем наш творческий поход. Не попадаем мы... Ну, попадаем немножко по Донскому. Чуть-чуть идем поближе. Два эсминц передо мной плюс Гинденбург. Мы, кстати, можем немножко и ББшками здесь покидать. Но, к сожалению, вот перезаряжать снаряды сложная задача. Потому что, действительно, очень большая перезарядка. Не возьмешь там, грубо говоря, сразу поставить фугасы. Не получится. Поэтому здесь получается стрелять ББшками. Все-таки Гинденбург дожигает Альбюмарлю. Ну и что? Мы с вами отходим. Кидать в Гинду в такой проекции, в принципе, достаточно такой себе идея. Проще кинуть в Донского, который вот там вот находится где-то. Мы сейчас попробуем дать ему хорошенький такой борт. И при этом, чтобы Гинда еще... Ну, в плюс то, что Гинденбург не может меня уничтожить со своих снарядов. По той причине, что ему не хватит в борт пробития для того, чтобы меня шотнуть. А большое расстояние броня все-таки позволяет держать дамагу. Такой, да, это, конечно, классно. У нас пролетело все опять в воду. Ну да ладно. Надеюсь, что мы все-таки сейчас чем-нибудь допопадем. Маленьким кусочком. Донскому не удалось выбить цитадель здесь. Ну и, собственно, черт бы с ним. Мы уже немножко покидали. В принципе, дамагу кое-какую мы здесь наделали. Наша задача сейчас продолжить наш успешный боевой поход. И дать еще какое-нибудь количество урона, чтобы... Не знаю, здесь кто, кстати, будет побеждать. Ну, в принципе, времени для того, чтобы подамагать у нас полно. Как видите, я вроде как бы кидаю по привычке на Донского. Но не хватает. У меня нужно чуть больше брать. Донской зачем-то идет... Пойми, куда. Ладно, надо решить этот вопрос. Дает по нему еще кто-то залп. Донской останавливается. Ну и мои снаряды, естественно, здесь уже не попадают. Окей. Возможно, где-то здесь неподалеку находятся эсминцы или испанцы. Кто на суше там. По мере возможности. Нет, достаточно далеко. Я смотрю, не видят они нас. Колумб идет бортом. Но, к сожалению, здесь не хватит нам опять же дальности, чтобы дать уверенный дамаг. Возможно, я сэкономлю здесь перезарядку на тандеры, которые движутся справа. Или же... А здесь, кстати, вот этот чудо Гронинген новый, кстати, ребят. Ну, как новое, все новое, хорошо забытое, старое. Новый корабль. Это Фрисланд. Я так понимаю, что... А, нет. Это, кстати, может быть и не он. Это может быть... А, это Харугума в дымочках. Окей. Заряжаем мы фугасы. И будем сейчас разговаривать немножко с Харугума. Чуть более подробно, чем ему хотелось бы, я так понимаю. Так, удалой уезжает. Удалой уезжает. И мы с вами перезаряжаемся и готовим использовать наш... Наш с вами радиолокацию и давать по Харугума залпик в эту сторону. Да, мы, конечно, не нанесем большого количества дамага. Но вместе с этим Харугума, как бе, совершает небольшую ошибочку и отправляется в мир иной. Летит по мне залп от Колумба. Больно. Это больно. Это было болезненно. Так, успеем мы. Я боюсь, что мы не успеем залпануть и при этом отсветиться. Боюсь, что Колумб... Хотя у него, конечно, перезарядка долгая, но все-таки успеет он меня немножко дать. Поэтому я думаю, что если мы сейчас попробуем изменить направление, возможно, мы успеем полный залп от Колумба и не поймать. Я надеюсь. Попробуем. Успеет он по нам отстояться? Нет. Нет, не успевает. Повезло. Повезло в этом случае. И мы сейчас с вами отворачиваем. Отворачиваем. Надеюсь, что не застрянем здесь. Хотя это тоже не точно. Отдаем еще один залп. Пролезаем вроде мы в дырочку. Тандер, Гинденбург, Гронинген. Кто еще? У нас, кстати, неподалеку прям находится где-то удалой. Судя по тому, что у меня прям так красиво светит. Так. Куда идет Тандер? К сожалению, без светофора понять невозможно в нашей игре. Смотрите по дымам, говорили они. Угу. Хорошо. Куда же ведут эти дымы? Не очень понятно. Так. Скорее всего, он вперед идет. Скорее, чем назад. Тандер. Тонкий достаточно корабль. Для того, чтобы можно было пробивать. И фугасами, и ББшками. Да. Он, очевидно, идет вперед. Ну и мы сейчас с вами немножко раскорячимся задним ромбиком. И попробуем ему еще чуток поднакидать. Не уверен, что есть смысл заряжать барнебойки. Хотя вот он вроде как бы разворачивает. В принципе, можно попробовать и дать ему чуточку ББшек покушать. Хорошая баллистика. В этом плане, в плане перебрасывания через остров. И нам удается это успешно сделать. Даже накидать еще немножко домашки. Счет становится 5-3 в нашу пользу. Я вам очень, ребят, советую. Возьмите обязательно отчаянного здесь. Потому что без отчаянного отчаянно не хватает скорости перезарядки. Прям очень не хватает. Категорически. Давайте даем залп. 7000. Ну и урона, конечно, тоже, ребят, мало. Объективно мало дамаги. Вылетает с корабля. Просто не хватает. С 7 орудий. И с такой не очень хорошей скорострельностью. По идее, кстати, тандыр-то на 11 километров может и пробиваться у нас в борт. Вот это мы сейчас с вами посмотрим. По идее, можно 35 миллиметров. Ну, не знаю. Нет, не достаем мы цитку. Сейчас я не очень аккуратно стою. Но поскольку он на фугасах, я думаю, что, в принципе, здесь все должно проконать. Он перестрелится, я так понимаю, с эсмами, что ли? Не знаю, что он там хочет. Но поскольку у меня есть хороший момент ему накидать, мы это сейчас и будем делать. Конечность прилетает. Сквознячок. Играет скоростью, похоже, что тандер. Ну, а мы с вами тоже немножко продвигаемся назад. Для более удобной стрельбы. Он чуть-чуть ко мне, по-моему, идет. Можно попробовать взять немножко пониже. Носовые орудия не успевают. И... Давай. Я очень прям... Вот хочу выбить цитадель. Попытаться все-таки. Мне кажется, это возможно. Но, видимо, в силу баллистики не получается выбивать из него цитку, к сожалению. Похоже, что сейчас кто-то ему тут накидает все-таки торпед значительное количество. На меня обращает внимание тандер. Давно уже пора. Бы. Мы сейчас разворачиваем порт. Но надеюсь, что он... Да, он по-прежнему на фугасах. Не удается дать пробитие. К сожалению, очень жаль, конечно. Хотелось бы, но... Хотелось бы, но, увы. Не получается. Еще одну ловит. И давайте еще чуть пониже попробуем взять. Может быть, все-таки удастся. Не удается мне выбить цитку. Что делать? Даже сквозняки получаются хорошо. А вот кроме сквозняков пока что никаких особо других бонусов и преимуществ у нас нет. Ну, надо будет забирать его просто белым уроном тогда. И, возможно, это сделает тот и другой даже. Окей. Берем немножко подальше. Идем вперед. Гронинген не обладает у нас, как мы помним, торпедами. Поэтому париться в этом плане мы с вами не будем. Нужно давать под носовые башни урон по Гинденбургу. Туда именно лучше всего урон и проходит под носовые башенки. Пробуем дать туда. Пробуем, но не даем. Слишком долгая перезарядка. Опять горим. Я думаю, что можно сдать уже Ирлэску. Попробовать обнаружить этого Гронингена. Это, в принципе, наверное, максимум того, чем мы можем помочь. Ну, и, естественно, против Гинденбурга корабль откровенно слабый. Не хватает нам возможности вести против него огонь. И все, противник уничтожен. На этом наш с вами бой с десятками заканчивается. Давайте подытожим, что это мотива было. В целом, в целом, были и хорошие залпы по обычным крейсерам, там, восьмого уровня, да, по Балтиймургу засадили. Но бороться с линкорами высокого уровня, бороться со скорострельными крейсерами восьмого уровня на этом конгрессе тяжело. То есть он реально хорошо себя чувствует против восьмерок, может быть, девяток. С десятками огневая мощь его явно недостаточная. И под хорошим фокусом жить он долго у нас с вами точно не будет. Мы настреляли 20 тысяч фугасами, 64 тысячи бронебойными снарядами. И заработали за это свои честные 380 тысяч серебра. Поскольку стреляли по топам, несмотря на то, что не очень большое количество дамаги, в принципе, мы неплохо пофармили. Но на Аляске, конечно, было бы лучше. Таким образом, корабль годится неплохо, если особенно он воюет, скажем, против восьмерок. Может быть, там ранги клана и всякое такое. Но в обычном рандоме кораблю немножко живется тяжеловато. А что думаете вы, друзья? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях ваши впечатления. Наверняка у многих уже есть. Кому понравился, кому не понравился. Но большого количества конгрессов что-то я пока бою, не наблюдаю. С вами Турямович. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok